Оружие 19 века случайно нашли во время реставрации купеческой усадьбы в центре Красноярска. Специалисты проекта «Исторический квартал» возвращают изначальный вид архитектурным памятникам на улице Ленина и в ходе работ обнаруживают все новые и новые предметы старины. Подробность у Марии Антюшевой. Штык самая абсолютно имеет все детали, исчезли только деревянные накладки на рукояти. Но в целом пользовались, видимо, как хозяйственным предметом. Когда-то смертоносное оружие, потом чья-то кухонная утварь, а теперь исторический артефакт. Штык сабля французской винтовки системы ГРА образца 1876 года раньше в Красноярске историкам еще не попадалось. Сейчас ее ценность определяют специалисты. И это далеко не первый привет из прошлого, который получили реставраторы за последнее время. А все благодаря одному зданию в центре города. Ленина 84 – это объект, который единственный из тех, которые были перед вакцинированным обществом, до последнего времени находился под отоплением. Это самая высокая степень сохранности этого объекта из тех имеющихся. Не подвергся разграблению в ранние периоды. Вот следствие. Шелковые нитки Невской мануфактуры, которая появилась в Петрограде в середине 19 века и, кстати, работает до сих пор, сохранились настолько хорошо, что, кажется, куплены недавно в ближайшем швейном магазине. Возможно, их и сейчас еще можно использовать в машинке Зингера. А нашли все эти вещи вот в этом бревенчатом доме. До революции здесь была усадьба купца Андреева, и сейчас ее пытаются возродить в первозданном виде. Вскрывали полы, когда реставрацию полов производили, в старую выкидывали. Ну, она лежала, получается, под доской в промежутке. Потом, когда начали деревяшку отодвигать, она упала вниз на пол. Не придали этому значение, а потом уже, когда все отдали начальству, тогда уже увидели, что это раритетное оружие. Предыдущая историческая находка в купеческой усадьбе была сделана меньше двух месяцев назад. Тогда это были купюры и облигации царской эпохи. Их покупательскую способность специалисты оценили в полтора миллиона современных рублей. Вместе с ними обнаружилось и много бытовой утвари начала 20 века. Реставрация здания ведется четвертый месяц. Если пересчитать все старинные вещицы, которые рабочие нашли здесь за это время, то наберутся сотни. Впереди еще полгода работы, и специалисты надеются, что и эти находки окажутся не последними. Мария Антюшева, Алексей Гусев, Енисей, Новости.